Здравствуйте, мои зрители! Предлагаю вам прогноз на август месяц для Дев. Что ожидает Дев в августе месяце? Извините, что поздно выкладываю, но так получилось. Что ожидает Дев? Мне показывают картинку, что кто-то вот так берет и дает мешок с долларами. Большой такой мешок с долларами. Что это может означать? Здесь ситуация такая. Так как я уже говорила, что знаки зодиака 12, а дата рождения и числа у людей разные. Поэтому у каждого свое испытание происходит, у каждого своя ситуация. Но есть единая ситуация. Вот эту единую ситуацию я вам всегда рассказываю. Август месяц для Дев это будут финансы. Что по финансам? Получается, вам дали этот мешок. Значит, у одних будет, значит, либо новая работа, связанная с тем, что он будет переходить на новую работу. Ему предложат выше зарплаты, чем была на другой работе. То есть повышение зарплаты. Кто-то на работе повысит, повысит зарплату ему. Или предложит новую должность, лучше зарплаты. Пересмотрит условия работы в сторону повышения зарплаты. То есть, возможно, какой-то такой неожиданный подарок вам со стороны. Кто-то возьмет, что-то вам подарит очень такое большое, дорогое. Вот, что вы даже не ожидали. Это все неожиданно. Возможно, кто-то вам долго не отдавал долги. Это все дело зависло, вы уже забыли и перестали это ждать. И вдруг неожиданно человек это вам, бах, и отдают долги. То есть, у вас целый месяц, как по финансам будет у вас, но здесь есть немножко другая сторона. То есть, одна сторона – это прибыльная сторона, а другая сторона и убыльная есть. Это по финансам. В связи с тем, что я же говорила вам, что разные даты рождения по месяцам, разные года рождения под разными знаками. И у каждого свое испытание. При этом надо не ослабить свое внимание и не попасться на вот эти уловочки финансовые. Это значит, что, с одной стороны, это хорошо. Если человек правильно живет, правильно понимает мироздание, у него все нормально будет происходить с финансами. Другое дело, когда человек нарушает духовные законы и законы мироздания. Своим поведением, своими поступками. Соответственно, у него будет тоже финансовый август месяц, но будет идти немножко в негативной стороне. То есть, ему могут предложить работу, которую якобы нарисуют большие замки, большие зарплаты. Но в то же время, этот человек в связи с тем, что он не сильно, когда человек плохо живет и не соблюдает духовный закон, у него перекрывается понимание. Он видит только деньги, только деньги, деньги, деньги. И получается, что он вроде бы с нормальной работой, с нормальной зарплатой, ему предложить больше. Это как испытание. Испытание на жадность. Чем больше человек хочет, тем более... Вот ему предложили, и он уже ничего не видит, кроме денег. Он туда идет, идет, идет. И вы на это можете попасться. Потому что надо смотреть и учитывать все нюансы. Но, как правило, такие люди не задумываются об этом, потому что они не знают, они понимают духовные законы, и что они действуют автоматом. То есть, у них может быть провал. Но в то же время, у некоторых людей будет как бы тоже проверочное. То есть, прежде чем перейти на другую работу, вы все-таки посмотрите и учтите все нюансы. Если вы как бы правильно духовно ведете жизнь, у вас все-таки видит неоткрыто. И вроде как бы, да, работа новая, но там есть вот то-то, там вот то-то, что-то не устраивает вас, вот это что-то не устраивает. Да, зарплата выше. Но вот эти вот нюансы вас не устраивают. Значит, вы туда не ходите. Все, оставайтесь на старой работе и ждите лучшее время, когда вам предложат или на этом месте повысит, или предложат другую работу, где вас уже все вот эти нюансы будут устраивать. То есть, надо быть очень внимательны, потому что будут весь месяц, август, пробивать по финансам дел. Так что, всем удачи и будьте внимательны, мои зрители. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok